Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня мы начинаем цикл видео, в которых делимся своим блогерским опытом. Ну, обычно советы про блогерство дают очень крутые блогеры, у которых сотни тысяч подписчиков, дофигища просмотров и монетизация такая, что они этим блогерством зарабатывают на жизнь. То есть, они профессионалы своего дела. Мы просто любители. У нас чуть больше тысячи подписчиков. Блог мы начали вести чуть больше года назад. Стараемся делать необычный, уникальный и ни на что не похожий контент. И тем не менее, у нас есть, что рассказать и что посоветовать, ну, таким совсем-совсем-совсем начинающим блогерам. Первая наша встреча с пранкерами произошла, когда мы только-только начинали проводить прямые трансляции в YouTube. Одна довольно известная блогерша по имени Астра провела с нами совместный стрим. Ну, так нормально пообщались, зрителям понравилось. Спустя некоторое время эта самая Астра заходит к нам в чат и опять приглашает нас на совместный стрим на ее канале в ближайшее воскресенье. Ну, мы, естественно, согласны. Мы отменяем посещение христианского клуба и встречу с нашими друзьями в реале. Красиво оделись, включили подсветку, ну и ждем, когда эта самая Астра пришлет нам приглашение через Zoom, как и обещала. А она не присылает. Спустя некоторое время она выходит в эфир, как ни в чем не бывало, общается со своими зрителями, про нас и не вспоминает. И она просто офигевает, когда мы сообщаем ей то, что ждем, когда она нас подключит. Мы ей даем ссылку на чат, в котором какой-то гад с ее аватаркой и ее ником договаривается с нами в совместном стриме. Пранк! Твою мать! Зараза! Вообще-то, пранк — это смешной розыгрыш, но лично нам было не смешно. Да и Акфри тоже. Я вообще вот не понимаю пранкеров. Вот какие-нибудь Лексус и Вован разыгрывают политических деятелей своими глупыми шутками. Ну чего тут смешного? Они так ядерную войну развязать могут, эти уроды. Самим же этим придурком потом бомба на башку шваркнется. Ну вот, как раз в нашей ситуации было нечто подобное. Вот мы убежденные православные христиане. Астра — убежденная сатанистка из официальной церкви сатаны, последователей Антона Лавея. Это вообще-то не обсуждение забавных кочков. Это серьезный разговор. Вообще-то да. Идут переговоры между светлыми и темными силами. И вдруг вмешивается пранкер и ставит под угрозу сразу все мировое потерье. Ну, здесь, конечно, не диалог бога и дьявола, но, тем не менее, все-таки межконфессиональный диалог. Это вообще-то довольно серьезно. На религиозной почве и войны случаются, и теракты совершаются. Ну, вот, например, наши друзья-христиане, узнав про этот пранк, сразу сказали, что это астра. Как сатанистка, все врет. Она специально над нами таким образом издевается, потому что сатана — это отец лжи. Ну, и дали где-то ведра три святой воды из цитат христианских мыслителей на тему дьявольских искушений. Правда, эти православные, которые наехали на астру, не понимают, что сатана в христианстве и сатана у Антона Лавея. Антон Лавея — это который основатель этой самой церкви сатаны в США. Это две большие разницы. Ну, а потом в чате этой самой астры тот же пранкер. Или какой-то другой. Ну, от нашего имени, с нашим ником Платочек и с нашей Атаркой, на которой наши мордашки, тоже писал всякие глупости и гадости, создавая соответствующий образ православных христиан на отчате у сатанистов. И ругался со своим клоном на тему, кто из них настоящий Платочек. Ну, а как вы поняли, настоящего Платочка там и в помине не было. Мы сами об этом разговоре узнали гораздо позже. Ну, нам-то как раз это не страшно. Если православные на нас обидятся, то скорее обидятся за наше отличное от мнения священника Дмитрия Смирнова мнение на тему запрета абортов. Ну, или за наше демонстративное празднование праздника Хэллоуин, вопреки фразы у священника Андрея Ткачева, не праздновать этот праздник. То есть, православный батюшка на нас скорее рассердится из-за нашего основного контента, чем из-за того, что напишет от нашего лица пранкер в чате у обычной сатанистки. Ну, это точно. Пранкер максимум мог бы посоить нас с астрой. Если бы мы были такими дураками, что у нас не хватило бы ума написать в личку и обсудить тему, мы или не мы писали в чате тогда-то и тогда-то. А вот, прикинь, Лен, ситуацию, если бы какой-нибудь регент из церковного хора на светском музыкальном чате покритиковал бы политику патриарха Кирилла. Так этот регент вылетел бы со своей должности быстрее собственного визга. В РПЦ никто не стал бы разбираться в подробностях. В канцеляры принесли бы распечатку разговора и не надо никаких доказательств больше. Я думаю, что этот самый регент если бы и пошел в чат, где собирался высказывать свое недовольство политикой патриарха Кирилла, то в чат бы он пошел под другим ником, а не под тем, который его может скомпрометировать. Разумеется, вот только пранкер будет использовать тот ник и ту аватарку, которая известна, а завистники в качестве доказательства эксплуатируют то, что напишет пранкер под чужим именем. Да, страшно, конечно, жить становится. Вот так живешь себе спокойно, а где ты на политических чатах от твоего имени какой-нибудь гад начинает призывать к терроризму, национализму, антисемитизму или свержению президента, а ФСБ придет к тебе. Но ФСБ не дураки, они разберутся. Но зато журналисты, террористы тебя запишут, потому что журналисты как раз работают с опубликованной информацией, а опубликована она будет от твоего имени. Как с этим бороться? А никак. На любые технические средства подтверждение подлинности пользователя находятся средства их обхода, которые используют пранкеры. Более того, у простого начинающего блогера нет ни денег, ни умений для использования сложных технических средств. То есть начинающего блогера охмурит любой хулиганистый школьник. Остается только древний шпионский способ по надежным каналам написать сообщение типа «Я захожу в ваш чат в такое-то время и как только войду, напишу какую-нибудь условленную фразу». А когда выхожу из чата, то тоже напишу «Я выхожу из чата с условной фразой». А в чате 1000 человек! Ну, у начинающего блогера будет максимум 20-30 человек в чате. Причем большинство просто общаются и как бы не важно там Вася Пупкин или Пуся Пупкин Вася. Сообщать надо если есть подозрение что в пранкерах что пранкеры вот компрометируют или тебя или на твоем ресурсе компрометируют кого-нибудь известного кто может обидеться чтобы потом в случае чего было чем оправдываться. А потом получается что в чате три пользователя с одним и тем же именем и с одной и той же аватаркой спорят кто из них настоящий. Ну да, спустя рядом было. Это должно быть смешно. Ну, этот конфликт решается так. Списываемся по надежному каналу с настоящим человеком и договариваемся о пароле. Например, в чате тот, кто настоящий скажет какую-нибудь фразу. Например, люблю пить пиво. И тому, кто этот пароль скажет в чате, админ чата дает модераторские права и настоящий расправляется со всеми своими фейками. Ага, и будет у нас в форуме десять модераторов, которые друг друга начнут банить. Ну, тут надо договориться об этикете. Типа за порядком следит один админ чата, а модератор следит, чтобы его честное имя не компрометировали ранкеры с фейковых аккаунтов. А здесь тоже есть опасность. Можно отдать случайно модераторские права в фейку. И он, используя это модераторское право, всех забанит, прежде чем вы сообразите и забаните его. Ну, у нас тоже была такая ситуация. Вот, например, мы регулярно смотрим фильмы разоблачения мошенников от блогера по имени Денис Лидер ТВ. У него где-то 300 тысяч подписчиков. Нам его контент нравится. Мы писали комменты на его работы, и поэтому верим тому, что он тоже зашел к нам на стрим в хэллоуинскую ночь. Почему бы и нет? Комменты мы писали содержательные. Вот, только на ВКонтакте мы с этим Денисом не переписывались. Поэтому, когда пранкер попросил у нас право модератора, чтобы забанить... С фейковой страницы. Да, то есть, вот, когда пранкер попросил у нас право модератора, чтобы забанить фейка этого самого Дениса, он попросил с фейковой страницы. ВКонтакте, которая была очень похожа на страницу настоящего Дениса. Мы это сразу не заметили по странице фейковой и дали ему модераторские права на нашем чате. И этот фейк на самом деле забанил несколько жирных троллей и флудников, которые действительно сильно мешали. Но вот только потом этот пранкер забанил еще и нормальных пользователей и написал от имени Дениса много всяких нехорошестей на нашем чате. И эти нехорошести вредят не столько тем, кого он забанил, сколько порочат имидж самого Дениса. Да, к сожалению, так. Кстати, если Денис рассердится, он как раз делает компроматы, как раз делает видео против разных мошенников, он, в общем-то, может обидеть кого-нибудь и надо, ну и поэтому мы ему сразу отписались, что извини, мы тебя приняли за другого. Мы ему, конечно, отправили ссылку на похождение пранка под его честным именем, но тем не менее свидетели того, что якобы Денис писал в нашем чате, они остались. Таким образом, в Байбе с пранкерами мы можем посоветовать только одно информировать о себе честном те ресурсы, на которых пранкеры компрометируют ваше честное имя. И местные админы, возможно, как-то вам помогут, ибо пранкеры компрометируют и их ресурс. Ну и то же самое желательно делать, когда на вашем ресурсе есть подозрение, что кого-то компрометирует. Да. Кто-то под чьим-то честным именем пишет какие-то гадости. А, точно. Кроме того, на своих официальных ресурсах как можно больше рассказывать о пранкерах, которые от имени вас что-то где-то пишут. Во-первых, так вы рассказываете о себе настоящих, во-вторых, вы информируете о пранкерах, в-третьих, вы используете делаемый ими вам черный пиар, свою пользу. Ну да, потому что у нас вот тысячи подписчиков, поэтому мало кто знает, кто такие ютуб-канал Платочек. Но зато, благодаря всяким пранкерам, о том, что существует ютуб-канал Платочек, могут узнать многие. Ну и кто-то, может быть, зайдет к нам настоящим, посмотреть вообще, кто это такие. пранкеры, пранкеры, а потом посмотрят, скажут, как интересно, можно и посмотреть. Ну да, может быть, понравится наш контент, но зайдет к нам, потому что пранкеры пранкеры сами того не желая раструбили. И в заключении немножко о пользе от пранкера. Пранкеры под фейковыми аккаунтами создают движуху на вашем чате. Никто, конечно, не подумает, что на вашем прошедшим ресурсе тусуются звезды спорта, кино, эстрады, политики мирового уровня. Тем не менее, у посетителя возникнет ощущение, что у вас тусуется хотя бы десяток малолетних дебилов. А это уже не пустой чат. Ну да. Правда, на самом деле, скорее всего, там сидит один скучающий придурок и бесплатно создает вам контент. Для таких задач некоторые специально ботов нанимают. Из-за этих ботов деньги платят, чтобы кто-то создавал движухи. А тут? Ну а тут бесплатно. Там какой-то пранкер чего-то создает, что-то пишет. Здорово. В общем, фейки и пранкеры были и будут всегда. Победить их невозможно, а если и возможно, то при этом потеряете половину, а то и больше хороших зрителей. Потому, что если вредный фактор нельзя устранить, к нему остается только приспособиться. В общем, сейчас мы дадим несколько советов, как минимизировать ущерб от пранкеров и всяких фейковых юзеров и по возможности получить от них пользу. предупреждайте о том, что от вашего честного имени по всему интернету самые разные уроды пишут самый разный бред. В этом случае даже свое неудачное высказывание можно будет сводить на пранкера. Ну да, лучше. Не самообманывайтесь. Блогер, у которого сто тысяч подписчиков и который сам ведет прямые трансляции, на которых общается со своими зрителями, скорее всего не будет часами сидеть и флудить на вашем скромном ресурсе. Он может быть заглянет к вам и что-то напишет, а потом пойдет делать свой контент, а не ваш. Зато пранкер, который флудит на вашем ресурсе под чужими никами, увидит, что к вам зашел известный блогер. Начнет писать от имени этого известного блогера, в том числе и всякие глупости. Ну, кстати, да. Вот, например, к нам Астра зашла, а после Астры у нас остался фейк Астры и продолжал с нами общаться, обсуждать творчество Маркиза де Сада, какой-то психологический тест нам провел. И политический тоже. Да, и политический тест провел. А Астра в это время спокойно вела стрим, какую-то игрушку там проходила со своими зрителями. Мы зашли к Астре, а она там с мечом бегает по какому-то замку и ничего не знает про то, что от ее имени кто-то у нас пишет о политике и сексе. или сразу от двух фейковых имен этого известного блогера и они будут друг с другом ругаться, флудить, материться, полагая, будто бэд смешно. Сам же серьезный блогер если захочет, то напишет нам по надежному каналу то, что хочет сказать. Ту же Хруинскую ночь у нас несколько Денисов Лидер ТВ выясняли, кто из них настоящий Денис Лидер ТВ и предлагали всякие умные советы, типа поменять аватарку где-то на минуту, чтобы доказать, что типа это настоящий Лидер ТВ. Я подозреваю, что настоящий Денис Лидер ТВ в это время спокойно спал. По-моему, возможно. Ну, в общем, конечно, мы написали письмо настоящему Денису Лидер ТВ, дали ссылку на его фейковые аккаунт, ну, посмотрим, может он нам даже что-то напишет по этому поводу. Дай Бог. Поэтому выясните надежные способы связи с теми людьми под никами, которых на вашем ресурсе хулиганят пранкеры и информируйте о действиях пранкеров. Кстати, это повод пообщаться с серьезными блогерами, рассказать им об их клонах на вашем ресурсе. Если пранкеры крепко обосновались на вашем ресурсе, то смейтесь с ними и примите их как званых гостей, потому что все-таки какое-то юзерье на вашем скромном пока еще ресурсе. Да, все-таки какие-то люди. пранкеры но в то же время периодически напоминайте, что вы подозреваете в них пранкеров с фейковых аккаунтов, но это вам глубоко безразлично и в то же время тем, под чьими никами работают эти фейки, им тоже это безразлично, что пишут какие-то фейки. Помните, пранкеры и фейки не уйдут никогда, зато если вы не сможете с ними существовать, рискуете покинуть интернет, а это опечалит ваших зрителей. Поэтому учитесь жить вместе в мире с теми, кто вам неприятен и в интернете и в реале. Надеемся, что вам наше видео было приятно и полезно. Рассказывайте в комментариях о ваших встречах с пранкерами и фейками. А мы прощаемся с вами. Это были Колян Платков и Лена Магадан Семьеведы Любители. В общем, да, скромненький YouTube-канал скромненькой самой неправильной православной семьи. Да. И до встречи в следующих видео. Спасибо за внимание. До свидания.